Первый дом проекта «Город-4212» на Ореховой Сопке введен в эксплуатацию. Это лишь малая часть нового жилого комплекса, территория застройки которого займет 52 гектара. Дольщики десятиэтажки уже начали получать ключи от своих квартир. Репортаж Анастасии Привецкой. Вот здесь будет двоя полна. У нас у меня есть. Свою новую квартиру Анастасия Лавриненко и ее семья осматривают впервые. Взять жилье в новостройке супруги решили в прошлом году на этапе закладки фундамента. Перед этим оформили дальневосточную ипотеку. Квартиру уже, конечно, хотели давно, расширение, чтобы у ребенка была своя комната. Именно поэтому и решили приобрести себе квартиру в строящемся жилье. Поэтому, да, мечты уже были давно. Ну, вот, наконец-то исполнилось, наконец-то решились и взяли квартиру. Строительство жилого комплекса 42-12 началось летом 2021 года. В эксплуатацию сдан уже первый десятиэтажный дом. На первом этапе строительства комплекса предполагается возвести семь новостроек. Жилые дома разной этажности от девяти до шестнадцати этажей. Несущие конструкции выполнены из монолитного железобетона, ограждающие конструкции из газобетона. Фасад выполнен из керамогранита. На прилегающей территории построенного дома полностью обустроены детская и спортивная площадки, парковка, высажены деревья и кустарники. Внутренний двор домов изолирован от легковых авто и безопасен для прогулок детей. По словам застройщика, 80% будущих новоселов приобрели жилье в ипотеку по дальневосточной и семейной программам. Во всех трех домах разные планировки. Дома не повторяются, и поэтому на выбор получилось более 30 видов планировок от 26 до 81 квадрата. То есть в отличие от современных тенденций, у нас однокомнатных менее чем половина дома. И заложены и трехкомнатные, и евро-трехкомнатные, и даже четырехкомнатные квартиры. В ближайшее время в эксплуатацию сдадут два соседних дома. Еще в одном уже начали возводить первый этаж. Всего территория застройки жилого комплекса займет 52 гектара. От остановки лицей по улице Совхозной до улицы Трехгорная. Анастасия Привецкая, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова